Добрый день, глубоко уважаемый президент. Коллеги, хочу поблагодарить организаторов за возможность выступления на конференции. И прошу вашему вниманию наш клинический случай лекарственного лечения метастатического БРК, ассоциированного рака молочной железы. Конфликт интересов отсутствует. К нам обратилась Центр пациентка 52-х лет ЭКОК-0 с диагнозом билатеральный метахронный рак молочной железы. Рак левой молочной железы Т2Н0М0. Комплексное лечение в 2003 году. Была выполнена подкожная мастектомия, 4 курса дивантной химиотерапии по схеме Семеев и гормонотерапиетом оксифеном 1 год. Рак правой молочной железы Т1Н0М0. Комплексное лечение в 2010-2011 году. Подкожная мастектомия, 4 курса дивантной химиотерапии по схеме ДФАК. Метастазы в парастернальные лимфатические узлы от февраля 2019 года. Верифицированный трижды негативный подтип. В анамнезе наличие герминальной БРК-мутации. Онкоанамнез у дедушки по отцовской линии рак легкого, у бабушки по отцовской линии рак прямой кишки. Гинекологический анамнез беременности 1, абортов 0, роды 1. Менопауза с 43-х лет после проведения химиотерапии. Прошу проголосовать. Чем бы вы полечили эту пациентку по поводу прогрессирования в парастернальных лимфатических узлах? Препараты платины, капицитабин, парпингибитры, токсаны, венолкалоиды. У нас верифицированный трижды негативный подтип опухоли. Можно результаты показать, если есть уже. Отлично. Современный алгоритм лечения рака молочной железы с наличием герминальной мутации рекомендует проведение лекарственной терапии парпингибитерами. Олопориб либо талозопориб. Не буду останавливаться подробно на клинических исследованиях, которые позволили включить эти препараты в современное лечение. Одно исследование олимпиад по изучению Олопориба, по результатам которого он был рекомендован в качестве монотерапии метастатического ХЕР-2 негативного рака молочной железы у взрослых пациенток с герминальной мутацией в генах ВРК, ранее получавших неодевантную или одевантную химиотерапию, либо химиотерапию по поводу метастатического заболевания. И два исследования, которые были проведены по анализу эффективности второго парпингибитера, это талозопориб. Позвольте, тоже не буду останавливаться на них, которые продемонстрировали свою эффективность. В нашем центре в рамках программы сострадательного доступа было пролечено 18 пациентов, получающих талозопориб, средний возраст которых состоял 50 лет. Мы включали больных от 33 до 71 года. По диагнозу 28% больных раком яичников, 33% рак молочной железы и рак яичников плюс рак молочной железы у 39% пациентов. Контроль над болезнью был получен в 72%, частичный ответ был в 28% больных, стабилизация у 44%. По осложнениям на фоне лечения талозопориба, основные это гематологические были, подробно мы вам можем рассказать, это после того, как он уже будет, препарат зарегистрирован у нас. На фоне 10 месяцев приема препарата талозопориб 1 мг внутрь ежедневно мы достигли частичного эффекта. Еще раз проголосуем. В самом начале все проголосовали. Очень хорошо. Так, есть результаты? Еще раз проголосуем. Можно показать? Еще раз, что по всем современным алгоритмам лечения рак молочной железы с наличием горминальной мутации БРКА подлежат больные назначению парпингибиторов. Олопориб либо талозопориб. Спасибо за внимание. Продолжение следует...